Для многих жителей ЮАР настали непростые времена. Найти работу очень сложно, цены растут, а социальная помощь не покрывает даже базовые нужды. «В возрасте 30 лет я единственный кормилец. Мне нужно обеспечивать и 21-летних, и 1-летних членов семьи делать работу по дому. Без дохода это сложно». Правительственные данные показывают, что безработица в стране достигла рекордного уровня со времени глобального финансового кризиса 2008 года. Президент страны назвал безработицу среди молодёжи национальным кризисом. По статистике, четверо из десяти молодых людей не работают. И, как ожидается, увольнения в ряде секторов экономики будут продолжаться в ближайшие несколько лет. Экономист из Йоханнесбурга Таби Лиока говорит, что проблема в том, что власти уделяют мало внимания таким сферам, как сельское хозяйство, горная добыча и промышленность, которые требуют больше человеческих ресурсов. «Рост наблюдается в финансовом и строительном секторах. Однако они не позволяют вести торговлю. В этих секторах не производят товар на продажу, поэтому мы не можем получить от них прибыль». Власти поставили перед собой цель создать 100 тысяч новых рабочих мест. Однако многие эксперты считают, что в условиях слабеющей экономики и кризиса в энергетическом секторе сделать это будет непросто.